Дай почитать. Теперь это Ульяна Нижинская, блогер, филолог, фольклорист и ее недетские сказки о смерти, сексе и конце света, о смыслах известных народных текстов. Но судьбе было угодно, чтобы я таки прочитала эту книгу и не просто не пожалела, а узнала или вспомнила много интересного и удивительного. Все же начну с того, что содержание этой замечательной книги недостойно. Это текстура обложки. Так и жди, что она протрется и станет неприятно шершавой. Бумаги и отсутствие иллюстративного материала. Он есть в QR-кодах, но все же бесконечное наведение смартфона отвлекает и раздражает. Все остальное замечательно. Книга посвящена волшебным сказкам, так хорошо знакомым нам с детства. Про Бабу-ягу, про Курочку-рябу, про Кощея Бессмертного, про героя, который всегда дурак, про Змея Горыныча и про многих других знакомых, незнакомцах. Потому что на самом деле мы не понимаем смыслов и символов нашей русской волшебной сказки. Кстати, а что значит волшебное? Помните, что у наших предков были языческие жрецы. Звались они волхвами, которые не только колдовали и общались с миром духов, но и хранили мифы, восходившие еще к первобытным временам. Особенно почитались волхвы-кощунники. Те, кто исполняли кощуны, мифы, ставшие впоследствии волшебными, то есть чудесными, сверхъестественными сказками. Ульяна Нежинская профессионально, с опорой на научную литературу, расскажет об истории сказки, о том, когда и как она возникла. Но главное – откроет современному читателю волшебные двери в духовный мир наших предков. Это окажется непросто, потому что сказки – не детская забава. И чтобы понять логичность, мотивированность и истинную суть сказочных персонажей, надо изучить пароли и, как наши предки, пройти инициацию. И тогда понятно, почему избушка на курьих ножках, и почему ее нельзя обойти, а только приказать повернуться передом. Почему баба Яга была мужчиной, и с морозкой одно лицо. Куда летят гуси-лебеди? Как узнать, что дурак дураку рознь? И вообще, курочка, ряба, о чем не досказали в детстве. Ульяна Нежинская, не детские сказки. 18+. Дай почитать. Дай почитать. Дай почитать.